Всем здарова, ребят! С вами Томат и Райстин Рима! Возможно, кто-то уже играл в эту игру, а возможно, кто-то и нет. Я тысячу лет не делал такого видео, чтобы там посоветовать вам во что играть, свое мнение как-то высказать и так далее. Кстати, это чисто и эксклюзивно мое мнение, и, возможно, у вас будет совершенно другое. А может быть и нет, может быть вы классный, а может быть вы еще круче, а может быть и не очень. Кто знает, не важно. В общем, эта игра одна из тех, которые захватило мое сердце полностью, буквально за несколько секунд. Я абсолютно полностью влюбился в эту игру. И я не помню когда, когда она вышла эксклюзивно на Xbox One, если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться, да? Что я был немного огорчен в том, что такая охренительная игра уходит только на Xbox One. Я даже не знал то, что она выйдет на ТК. Вроде тогда не было даже анонса еще. Когда она вышла, я посмотрел полностью ее проходили на каком-то канале американского летсплеера. И он проходил ее абсолютно без комментариев. И это мне абсолютно понравилось. Но это не важно. Важно то, что я смотрел с удовольствием. Она выглядела даже на экране просто охренительно. Охренительно. Я чувствовал себя, как будто я в ней играл. Возможно, это что-то новенькое, подумал я. И когда поиграл сам, понял то, что это нереально другой уровень. Другой уровень боевки. Вы просто поглядите. Тут нету кнопок. Нету лишнего интерфейса. Как в Shadow of Mordor, например, нужно нажимать... Ну, там написано. Нажимай правую кнопку мыши. Нажимай Е. Нажимай У. Туда-сюда. Туда-сюда. А тут нет. Тут просто бойцы окрашиваются в разные цвета. Там, например, синий — это левая кнопка мыши. Желтый — это правый, там, зеленый — пробел, там. И в QuickTime Events все это происходит. Да, конечно, это, возможно, стиль консоли, но, мне кажется, чем меньше интерфейса, чем проще игра будет, тем она круче, веселей, удобней и играется на боку-кто, как у меня стрела-зострела в справовой музыке. Забавно. Кстати, сравнивая с тем же Shadow of Mordor, поёвка, казни тут не надоедают. Например, я заметил такое-то, что практически каждый раз казнь выглядит... Помимо того, что их тут много, я не вбивался в счёт, но 10 точных тут есть, даже больше. А в Shadow of Mordor, насколько я знаю, их меньше 10. Хотя, может быть, я ошибаюсь, может быть, я просто придираюсь. Но прикол в том, что тут они абсолютно всегда практически выйдут с разных позиций. Ты можешь смотреть, как он спереди выглядит, как сбоку выглядит. Например, когда мечом пробиваешь сквозь спину, и меч выходит из грудь, ты можешь посмотреть, как он выглядит сзади, а в следующий раз, как он вылазит между Рубер спереди, и как он корчится, там, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. И это довольно-таки продаёт красы к игре. Мне как показалось, что благодаря этому казнь не надоедает. Насчёт сложности я могу сказать то, что для меня, для меня, фанату греческой темы, который смотрел всё абсолютно практические. Спартака, там, спартанцев, всякий прогладиатор, парил девятого региона, для миллион вещей просто смотрел ты греческую тематику, где у тебя есть гладий, щит, скутом, по-моему, если не ошибаюсь, копьё, и всё. И ты, король мира. Просто в одиночку можешь убить пятерых, там, допустим, грубо говоря. Конечно, это из ряда фантастики, но это прикольно. Для меня это показалось, сложность немного слабая, потому что тут всего четыре сложности, там, солдат, потом посильнее, то есть рекрут, солдат, центурион и легенда. Легенда даётся только после прохождения игры, поэтому я взял центурион. И в центурионе немного слабая оказалась сложность, хотя это возможно только для меня, потому что я, посмотреть всё вот это, вот ты знаешь, практически каждое действие, мог читать их просто вот так вот. Плюс я, будучи влюблённым в греческую тематику, отыгрывал роль свою. Вот можешь посмотреть, как я дерусь с боссом. Я не бью тупо босса, я отхожу, наблюдая за ней, как она будет действовать, что делать, изучаю, не нападаю. Я как бы in real life такой. Что бы я делал в реальной жизни? И это отыгрывание роли, роли плей, нереально улучшает качество игры. Возможно, для кого-то окажется посложнее игрок. Ну я чисто говорю, со своей колокольной. Кстати, насчёт уровней дизайна. Тут нету такого монотонного вида, то что всё тёмное, или всё яркое. Тут уровни чередуются. Вот прошлый уровень, например, с вот этим вот, с башней, там с берегом, был тёмный, там какие-то такие серые даны, а тут хренася к виду, леса, гора, речки. Кайф. Совершенно другой стиле. Так они чередуются. Ты не стоишь в одном и том же, в одной и той же цветовой гамме для глаз. Это всё меняется. И, мне кажется, это нереально круто. Насчёт сложности, я скажу тоже. Вот эти вот стойки, которых там 4 дех до уровня легенды не менял вообще. Вот в начале даётся стандартно, как хп я меняю на уровень атаки, чтобы по простей приходить, и всё. Как бы на этом заканчивается. На уровне легенда, там уже да, там уже начинаешь что-то там мутить, туда-сюда, чтобы чуть-чуть было полегче. Ну так-то в принципе можно проходить на одном уровне. Я опять же, Грейта, для меня. Возможно, кто-то будет играть похуже, и ему нужно будет там кинуться почаще. Вот. Ну, боссы тут довольно-таки забавные, у каждого есть свои плюсы и минусы там. Ну, немного, немного так вот сделано как-то. Ну, в принципе, ты мог видеть весь бой с боссом, и сам для себя решить, как это выглядит, как это, что чувствуется, играется и так далее. Но для меня играется вот это вот лучше, чем Shadow of Order. Shadow of Order мне тоже нравится, и довольно-таки сильно, но этой игре я поставил бы больше. На этом, я думаю, всё. С вами был Томат. Спасибо, что выслушали, посмотрели, играйте в хорошие игры. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.